Рассия 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 Почтальонка идет! Почтальонка! Здравствуйте. Вам нет писем. И вам ничего нет. Здравствуйте. Вам опять ничего нет. Здравствуйте. Здравствуй. Вам только газета. О, Господи. Здравствуйте. Вам письмо. Казенная. Казенная. Вы не волнуйтесь. Из госпиталя. Значит, жить. Нет. Сама боюсь. Иришка. Почитай. Здравствуйте, уважаемая Анна Васильевна. Пишет вам комиссар госпиталя. Ваш муж, старшина Филимон Колесников, совершил геройский поступок. Во время его поступления в госпиталь от зажигательной бомбы вспыхнул пожар. И раненый Филимон Колесников геройски вел себя при тушении, за что был награжден орденом Красной Звезды. Он у меня такой. Он у меня такой. Он у меня такой. Ну, что ты ревешь? Раз в госпитале, значит, жив. Вот, я в гражданскую войну. Ура, чувствуете, Ремонта. Молодец. Ну, не плачь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам письмо. Спасибо. Моя милая, дорогая Наташка и дочка Леночка. Моя милая, дорогая Наташка и дочка Леночка. Мы попали в окружение, и поэтому так долго не писал. Но сейчас вышли к своим, и снова бьем фашистов. Вот дела. Как вы там живете? Ты, Наташка, просила прислать тебе фотокарточку для Леночки. Но сфотографироваться здесь негде. Поэтому посылай вам с Леночкой рисунок. Рисовал мой товарищ. Правда, похож не очень. Но переделывать нет времени. Через полчаса в бой. Жив буду. Сфотографируемся вместе после войны. Целую. Твой Андрей. Поехали. Поехали. Клаш. А тебе? Субтитры сделал DimaTorzok Господи, за что ж ты прогневался на нас? За что ж такие напасти на нашу землю? Что же это делается-то? Горе Добавил субтитры сделал DimaTorzok А, Федька-то наша. 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 А, Федора мы его не видели. Здравствуй, Клава. Ух ты, как выросла. Надо же. Здравствуй, Иришка. Здравствуйте. Здравствуй, дядя Ницца. Егор. Здравствуй. Ты ходила на берег, Катюшка, на высоте, на берег крутой. Ты ходила на берег, Катюшка, на высоте, на высоте, на высоте, на высоте. А Устин как? А, Федька-то, как выросла на высоте, на высоте, на высоте, на высоте, на высоте, на высоте, на высоте. Все эти годы на своих плечах землю бабы держали. Забыли вкус настоящего хлеба. Плакали, доработали. Забыли, как детей рожают. И ни одна машина с ними потягаться не могла. Машине-то тех уход, тех осмотр нужен, а баб без тех осмотра. Машина-то тех уход, тех осмотра, на высоте, на высоте. Машина-то тех опытная см Misty, TL RDR 2016 года. Машина-то тех осмотра, на высоте, на высоте, на высоте, на высоте. Э не Austin Баг 788 года. Машина-то тех看见, которые различные формы в Устин ample � GitHub. Это также деската, где психологии писали. Пошли! 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 Погорел огонёк, и показал мошки. Пошли! Пойдём на улицу! Ну что, сапёр, даю тебе три дня понежиться, а потом на работу. Школу надо строить, мост надо строить через Светлиху. Ну, в общем... Водилов! Будь здоров! Благодарю! 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 Я не разучилась в них ходить. Благодарю! 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 Что ж такая-то? Не как Варюха Морозова? Она самая. Скажи, какая стала-то? Не узнать тебя, Варюха. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Да и мужа я их всех описала, он их каждого в обличии знает. Магия, Дмитрий. Нет, не могу. Мишке-то ведь к вашему мужу привыкать ещё надо. Прикипел он ко мне, сами видите. Да не терзай ты себя и меня. Дядя Захар! Мишут, Мишут, пойдём ко мне. Ну, скажи, ты хочешь? Хочешь остаться здесь за хором? А можно? Можно. Можно, можно. Ну, поехали. Дети, на машину залезайте быстро. Катя, Марина, ну. Ну, садитесь, ребята. Пойдёт машина, держитесь крепче. Ну, где же вы? Ну, Мишутка. До свидания. Давайте прощаться, до свидания. До свидания, Маринка. До свидания, Маринка. До свидания. Поехали? Давайте. Ну, как приедете, напишите. Обязательно. Я там телеграмма. Да, да, Мария Дмитриевна. До свидания. До свидания. До свидания, Миша. Клаш. Садись, подвезу. Клаш, садись, подвезу. Опять на станцию ходил. Не вернётся он, Клаша. Все сроки вышли. Я ж вам говорила, не надо мне это. И не приду я к вам в молитвенный дом. Не приду. Придёшь, доченька. Придёшь, милая. Ты пойми, моя хорошая. Бог до сих пор поддерживал тебя. Надежду на возвращение вселял. А ты его. Уйдите, письмея Макаровна. Не дай, Господи, чтобы он от тебя отвернулся. Уйдите. Не дай, Господи. Уйду. Не рассержусь. А тебе и нужно-то только. Зайти да помолиться. Раз. Другой. И вернётся наш Фёдор с Божьей помощью. Вернётся. Ну, оставьте. Оставлю. Оставлю, доченька. Что неясно объясню. А если ничего не найдёшь для облегчения души своей, обратно заберу. Но ты найдёшь. Обязательно найдёшь. Ты только почитай. Внимательно. И найдёшь. Обязательно найдёшь. Видишь? Опять письме изборище устраивает. Не как Клавдия. Не может быть. Клавдия Никулина. Неужто к пистемее молиться ходила. А? Ну, что ты молчишь? Сама не знаю, как получила Захарыч. Правда, не знаю. Всё одна да одна. Пять лет уж скоро одна. А пистемей твердит. Хоть погиб Феденька на фронте, а для нас он живой. Поверишь, Христа воскреснет. Вот и зашла ради любопытства. Пистемея Макаровна. Пистемея Макаровна. Мы, кажется, с тобой договорились насчёт молодёжи. А ты опять? Ты, Захар, напраслину то не возводи. Какая она молодёжь. Вековуха. А Варька? А Варьке-то не указ. Она моя дочь. А коли на то пошло дело каждого, верить в Бога или нет. Свобода совести по-вашему. Вон и клашку не на верёвке сюда привели. А западёт хорошее слово в душу. Согреет теплом божественным. Варвара, пойдём. Ну ладно, Пистемея Макаровна. Не надо, Клаша. Успокойся. Иди домой. Простите. А Варьку мы этим не отдадим. Ну, Пистемея, с Варькой глаз не сводит. Не сводит. А мы что-нибудь придумаем. Ну, вот как хорошо, что я тебя встретил. Значит так, давай-ка завтра в тайгу собирайся. Там у Мироновны много едоков прибавилось, одно ей не справится. Будешь ей помогать. Хорошо. Захар, из Москвы ответа не получал? Да что ты, Тимофей. Если б Москва одних Мишкиных родителей разыскивала. Ага. Еще раз написал. На ферму, что ли? Ага. Пошли. Ну чего тут думать, Устин, чего тут думать-то? Всю бригаду на капусту посылай. Здравствуйте, товарищ. Давай, бери. Фролу и лошадей всех. И рубить капусту. Возить дороги. Устин Акиныч, а как же я? У меня молоко списать. На чем же я? Дай сольку ей. Пусть она молоко возит. Она хромая. Ну что ж, до травы везти? Ну, а что делать? Ну, товарищи. Что делать? Своими силами придумайте что-нибудь. Вы землю растяните. Я не пущу свою дочку. Какой умный. Придумал. Девчонку на раскорчевку лез. Работы мало в деревне. Это ж мое дело, кого куда послать. Отвези им 400 литров керосина. И не одна Варька будет на корчевке. Мироновна там. Одно ей не управится. Вот твоя дочь ей поможет. Я говорю, не пущу. А я говорю, поедет и сегодня же. В доярке Варьке нельзя. В свинарке тоже. Ты чего за нее боишься-то? Федька вот хотел в свое время от людей отгородить. Поедет Варька. Ты уж ее извини, Захар. Ворона. Каркает сама не знает чего. Это ты правильно придумал. Пусть Варька к людям едет. Начинают просеки. Давай. Ворона. Ворона. Здорово, Мироновна. Егор! Откуда? Вот я ищу по лесу. Ищу, где какой клочок можно хоть литовками выкосить. И Захар тоже ездит. И все бригадиры. А у тебя не как повар новенький? Захар прислал. А-а-а. Налей к Варе мужику-то, а то ведь сам не спросит, стесняется. Корчуете, значит? Ага, корчуем. Да куда ты, полна бочка. Все равно. О, Господи, помоги мне, грешный. О, Господи, зачем он так на меня смотрит? Варь, скажи, чего ты пугаешься меня, а? Вот и я. Не дай бог, увидит кто-то. Я, между прочим, Варвара, ради тебя заглянул сюда. Вот уж. А, ну, конечно. Сейчас поеду, вот. А как сосмеркается, вернусь сюда. А, выйдешь? Да. А зачем? Ну, я и сам, конечно. Мне уж годов-то много. По свиданиям вроде неловко шастать. Засмеют мужики, коли узнают. А и выйдешь? Нет. Ночью нет. Выходи ночью. Днем-то мне совсем стыдней. А? Нет. Я в бога-то верю. Густин, он отец твой, безбожник, а всю жизнь с матерью твоей прожил. Так слышь, я подъеду. Я чувствую mehr. Я длинного controllers. Да-га. Я подогнал вы, безбожник, daily. Подогнал вы, безбожник, а всю жизнь с вами. Yo. Господи. Пусть он уедет. Прогноз там не изменился, нет просвета. Останемся мы, однако, без сен, Захар. Чем скот зимой кормить будем? Кукуруза и так гнить начинает. Вот я и распорядил силосовать его. Ну, за это тоже. Поголовка не погладит. На иного выхода я Филимон не вижу. Потом поздно будет. А отвечать и так и эдак придется. Офрол, да? Что-то неладное с ним видишь. Вести везет, а голову всю жизнь на бок, как пристежная. Со стежкой у него разлады идут. Сдается мне, что-то мучает его, гложет. Кто с мужиком? Это сено мы не все жилы вымотала То разгребает, то собирает Да ты-то помолчала бы Люди и так с ног валятся, а ты... Слышь, Андрон Чего? Вот скользь я помню Сроду такого гнилого лет не было, честное слово Ты не помнишь, а я помню Дожди тогда все сено погноили Зимой такой падешь, скота был Вот боюсь, как бы это зимой тоже Ну, чего ты городишь-то? Ты лучше скажи, что делать надо, вот что Сено спасать надо Клещемся толку мало Этот дождь, может, до самой зимы будет Уж цельный месяц ворочает Вон, какую войну выиграли, а с природой сладить не можем Гниет все надо и все тут Одним словом, напрасненно Надоело все Дядя Антик, завтра солнышко будет, вот увидите Да и Захар Захарыч обещал народ прислать Гниет, как в болоте Он каждый день обещает А иди их взять-то К ночи на яйца сесть Да к утру вывести Они все Обещают только Примечаю я Звонит колокол, а люди не крестятся Чьих слов звонишь-то? Не пустобрех Председатель, о газетах вот про бомбы сверхвозможные пишут Про эти, про атомные какие-то Для устрашения, может, это полезно Только не без причины неба утечку давать стало Вон какие дожди идут Сомневаюсь я, чтобы мы все вручную это смогли сделать Сомневаюсь Тоже мне, отцы, благодетели Вот я сегодня цельных день думаю Ты мне разъясни, председатель Почему это инженеры вот такую машину выдумали, чтобы седа собирать? А раскидывать? Нет Разъясни А народ? Вот он, надрывается Жилы рьет Вот что ты молчишь Устин Акимыч А что я скажу Вон у нашего председателя голова покрепше Он пусть и думает Вам за это Панфары Панфары Ну ладно, Ломоносов Панфары На всех собраниях Бить барабаны будут Так что же, председатель Я зазря свою спину ломать буду Нет Все Вот я спину гнулся И пуп надрывать Один руководит, другой руководит От руководства спина не болит Устин Акимыч Руководители Где мой персональный инвентарь? Давай, давай, дед, ты пошевелюйся Ты чего чешешься? Да, это Парыже И дождик Вот и чешести Чего разошелся-то, а? Сено Все одно гниет Его Его Не перекидаешь Эта сена Да Что, опять перекур устроил? Сучат тут ногами всякие Слоны ихы За голые коленки щупают Молодые, извиняюсь Молодые, извиняюсь Кто по проездам впервые в этом сезоне на нашем пароме, прошу внимания А верно тетка Пистемея говорит, что ты, брат мой во Христе, уводного крещения еще не принимал? Кто же мне брат нашелся? Пес Шелудивай Твой брат А, не сподобился, что значит? А как что тогда к Пистемее в ихний молебственный дом похаживаешь? Отстань! Нужно оно мне это Мокрое крещение А я так думаю, дядя Илья Что глаз Божий тебя уже коснулся Хотя ты этого еще пока и не чуешь Не чуешь Я все чую И я вот и все чую Вот и Эти работнички нашли сельпо На днях ухват покупал Они его шварки наприлавали Я говорю, заверните Мне бумаги нет Коли пришел Трудящий сей колхозик Ты его должен Культурно обслужить Что такое, дядя Илья? Ай! В чем дело? Чую! Ай-ай! Ай-ай! Ой! Обыкновенная самодеятельность Известный артист Купи-продай Исполняет оригинальный танец Обыкновенная самодеятельность Ай-ай! Втипередة Осу горы Б près Оба мinde Или TRP Прыгай, под Витя Прыгай двигатель Бежать О! Веревку Деда Ая-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-i-я-я-я-я-i-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Чубастой, антихрист! Веркулезом заболею, погром в жизни, подчего он платить будет. А я проживу долго. Мишка! Пущай, Илюха, свою жалчь прополочь. Не падай другом, дядя Илья! Кто готов, чтобы не кинуть в беде хорошего человека? Но ты, артист, прибалуй, да знай меру. Тану, Илья! Тану, уроди! Тану, иди, да ну! Тану, иди, да! Пусто обрек ты, Илюха! Один, ты тоже хорош, постараюсь безобразию на производстве. Скрещенецем, дядя Илья! Как водичка святая! Погоди, я донос, комсомол напишу! Тебе не так крестить буду у тебя? Верёвку снимай, снимай, снимай! Вот, гёд, письменя и оправдывайся, помогли ей! Давай, ускорее, Коса! Ты ещё... Ай, опа! Ты ещё Захара проинформируй! Уй, чёрт! А, Сидя! Ты вот делаешь, а? Сучат тут ногами всякие, будто их щекочут за обгорелые места. Ты смотри, защитник-то какой! А где Ирка? Ирка? Она ушла, взяла книги, ушла. А что она взяла? Она взяла Пушкина, взяла Некрасову. А мне дай тогда графа Монте-Кристо, Дюма, отца. Приветствую вас! Зашли просветиться! Твой смертельный враг идёт. Кто? Тётка Пистемея. Она в народ опиум вливает, а ты его выкачиваешь. Привет! Формуляр-то забыл! Чего по ночам шляешься? Фу, ну пугал как. Не спится, что ли? Да вот сполоснуть надо. В темноте ты много не наполосишь. А в другой раз времени нет, сам знаешь. Караулю, что ли, кого тут? Тебя жду. Пробалились бы все, что ли. А ты не сердись, Фрол. Сдается мне, что сам на себя сердишься ты. Наговорил тогда лишнего. А теперь пойди совестно перед самим собой. Я такого-то разговора в контору могла бы пригласить. Член ведь правления теперь. Ведь не придёшь. Конечно, не приду. Так что уж давай. Совесть и здесь. Эх ты. Ничего ты не понимаешь, Фрол Петрович. Я вот всё думаю, Фрол. Отчего ты такой? Такой? Доску ли я тебя помню? Угрюмый, нелюдимый. Ишь ты, какая приметливая. А чё это ты ко мне в душ-то лезешь? Кто тебя просил? Да не кто. Сама. Сама? Да не только я. Он все подмечает. Чё это вы ко мне приглядываетесь? Чего вам от меня надо? За то, что у вас, вот у тебя, к примеру, не только будни, но и праздники бывают. Моей, значит, жизни позавидовал. Эх, Фрол. Слушай, Павлия. Отчего это ты вдруг со мной такой разговор завела? А? Не знаю. Жалко мне тебя. Жалко? Чего это? Вот ты смотришь в реку и видишь, столько мутной воду. А человек должен еще облака в реке видеть и звезды. Ишь ты. А ты, когда находишь время-то глядеть на них, все трудодни и зарабатываешь. Куда тебе одной-то много денег? А впрок коплю. Вот вернется муж, чтоб до конца жизни ему денег хватило. Посажу его в комнату. Окна завешу. Мухи сесть не разрешу. И любить буду. Отлюблю за все годы, что жду его. Ты любить-то умеешь? Тебе еще по делу чьи цена. А сам-то падей не любил-то никогда. Живешь, как с похмелья. Субтитры создавал DimaTorzok На себя хомут-то надень. Видать, тебе на роду это написано. При таких орденах и конюх. Я бы десять хомутов на себя обнадел и повез бы, если бы только мог видеть, как облака в реке плывут, как звезды в воде купаются. Ты что, совсем рехнулся на своей конюшне? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вот, дорогие мои односельчане, еще один послевоенный год позади. Трудный это был год, сами знаете. Много трудностей. Где сейчас не трудно, правда? Ведь не сразу. После такой огромной войны страна на ноги станет. Но мы знаем, что станет и быстро. По рукой тому, геройский труд всего народа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор районной газеты Петр Иванов Смирнов неспроста приехал. Хочет книгу о нашем колхозе, о нас с вами написать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А пока я вам районных артистов привез. Вот, спасибо. Все мы знаем, как воевали в гражданскую наши односельчане. Как они вместе с Марией Вороновой создавали коммуну, одну из первых в Сибири. Как отличили Великую Отечественную войну наши земляки-зеленодольцы. О них в этой книге должно быть первое слово. Антип Никулин закончил войну в Берлине. Лихо сражался в морской пехоте Егор Кузьмин. И ныне они впереди. Хорошо работает в колхозе Фрол Петрович Курганов. А как он дрался с фашистами, говорят его боевые ордена. После победы переехал к нам в колхоз Андрей Лукин. Герой-фронтовик. Под Сталинградом погибла дочка нашей первой председательницы, Ольга Анисимовна Воронова. Все мы знаем, как воевал на фронте Федор Морозов, ваш сын, Устин Акимович. Бесстрашный разведчик. Который, Морозов? Павший от вражеской пули. Не дожил Федя Морозов до радостных дней победы. До нашего сегодняшнего торжества. Варя! Кто? Это я. Что ж ты дома? Тебе выступать, мы же договорились. Нельзя мне, меня мать не пускает. Ты давай ключ, я тебя открою. Не могу. Егор, Егор там. Он ждет тебя. Я боюсь. Да давай, не бойся. Дядя Захар. Дядя Захар. Дядя Захарова, Вестемея Макаровна. А, Варюха. Ну, молодец, что пришла. Раздевайся. Ну, как артист, готова? Готова. Что случилось? Ой, дядя Захар, замучился я с ней. Плачет и все. Мать ее на замок замкнула. С трудом открыли. Поговорите с ней. Она ведь первая выступает. Подожди. Ты чего, котик? А? Не могу я стихи читать. Почему? Вот чудачка какая. Да ты не бойся, не дадим. Мы тебя в обиду. Господи. Что же теперь будет? Да ничего не будет. Вот смешная какая. Ты посмотри, защитник-то у тебя какой. После перерыва состоится концерт районной нашей колхозной самодеятельности. Будут еще. Ну и хорошо. Ничего себе. Отгрохали хоромы. Нравится? Нет. Это называется внеплановая стройка. Устин, Акимыч. Акима. Вот он. Здравствуйте. Давно мечтал познакомиться с вами. Так вот вы какой. Отец моего разведчика. Вы знаете, наша часть освобождала эту усть-каменку. И Деведор погиб. Вот там его и похоронили. Вы знаете, я вас представлял другим. Без бороды. Да бороду сбрить можно. Да, конечно. Только с Айнеки мне воротишь. Не воскресишь. Чего это он так на меня посмотрел? А по-другому он не умеет. Ну, что-то сегодня понятно. Все-таки о Сене шла речь. Вот он и... Угу. Мне, Захар, тут в гитлеровский гестаповский архив попался. Федор-то кто-то из ваших краев убил. Вот Фо-Фо-Фо сейчас. Фомичев. Фомичев какой-то. Да вроде нет у нас Фомичевых. Нет. Ну, фамилии-то можно и переменить. Начинаем концерт художественной самодеятельности колхоза «Рассвет». Сейчас Варя Морозова прочтет стихотворение Симонова «Жди меня». Варька, начинай! Давай, Варя! Не тушуйся, Варька! Смелее, Варюха, смелее! Варька, начинай! Да не бойся ты! Жди меня. И я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть Желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет. Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желая добра Всем, кто знает наизусть, Что забыть пора. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать. Сядут у огня. Выпьют терпкое вино Напомин души. Жди, и с ними заодно Выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь Всем смертям назло. Кто не ждал меня, Тот пусть скажет повезло. Не понять, не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, Будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, Как никто другой. Кто там? Я это... Че тебе? Зачем это ты? Ну, ты зачем? Ну, тогда Урики. Уходи, Тафрон Петрович. Ради бога, уходи. Ведь ты седой весь. Да я считаю, Слезморство седой. Я Федю жду. Уходи. Снег, однако. Снег, говорю, Завтра упадет. Завтра упадет. Пей. Продолжение следует... Продолжение следует...